Привет! Дубль номер 5. Это пятый раз я начинаю разговаривать и пытаюсь снять видео, чтобы Злата не канала. Пока мне, если вы видите, тишина. Мама сегодня злая. Мама сегодня очень злая. Потому что у мамы сегодня день не задался. А не задался он, потому что я изначально сегодня встала и сделала себе кофе с кислым молоком. Я уже тогда поняла, что сегодня день будет пиздец. Хорошо, что у меня была еще одна пачка молока. Это видео я пыталась снимать уже месяц. Если вы думаете, что я не хочу видео снимать, вы ошибаетесь. Я каждый вечер ложусь спать и думаю снять, снять, снять. Каждый раз, как я только начинаю собираться, хотя бы чуть-чуть расчесываться, краситься, для того, чтобы более-менее нормально выглядеть в кадре, всегда происходит какая-то херня и у меня ничего не получается. Я не знаю, как снимают эти блогеры видео, что они просыпаются. У них ровненько носочки стоят под кроватью. Никакие они не опухшие и не пропухшие. Всегда расчесанные с прической. Это какой-то нонсенс. Каждая нормальная женщина, среднестатистическая, просыпается, как атомная война. Вчера, кстати, смотрела эти вебинары по поводу, как быть сексуальной, как быть успешной. Керимова многие знают ее. В общем, да, она реально очень такая заряжающая женщина. Она сильная. Вот я ее вчера слушала где-то час, наверное, половину там вебинаров ее прослушала. Но как это все делать? Вы понимаете? Она вот рассказывает там, типа, что вот вы должны быть такие красивые, в сексуальном белье, там туда-сюда, чуть ли не на каблуках, в трусах и в чулках перед мужем выплясывать. Девочки, кто хотя бы раз одел трусы и чулки и ходил по дому перед мужем, напишите мне, пожалуйста. Потому что я не знаю, для меня это как-то стыдно. Если бы я так открыла Олегу дверь, он бы, наверное, подумал, что я уже пьяная. Это видео будет без монтирования, потому что я хочу его сделать длинным и ответить на все вопросы, которые вы мне написали. Пока Зата молчит. Сейчас похлебну чуть-чуть кофейку, девочки, за ваше здоровье. До конца нового года осталось... Сколько сегодня число? Ахер его знает, какое сегодня число. В общем, до конца этого года осталась сигня времени. Я надеюсь, что все плохое станется в этом году. В чем я, конечно, сомневаюсь, потому что ебнулся приватбанк, как вы знаете. И все было бы не так печально, если бы опять вы не начали обдирать наших людей. Вы понимаете? Они же с богатых денег не снимут. Конечно, нет. Они сейчас будут смотреть, кто там какие-то вещички через интернет продает, какую-то копеечку там себе несчастную эту зарабатывает. То уже начинают звонить и спрашивать, а что вы деньги перевели, а зачем вы, откуда вы знаете этого человека, а где вы взяли деньги, чтобы купить это. Ну, конечно, за 860 рублей, которые дает мне государство, я могу купить очень много всего. И, конечно, если я получаю декретных 860 рублей, то откуда я могу себе купить чехол к телефону за 200 гривен, если там... Короче, это пиздец. Я сегодня буду много мотюкаться, потому что мама злая. До Нового года осталось еще чуть времени. А до моего дня рождения осталась еще неделя. Так что, девочки, можете меня уже поздравлять. А знаете, какой самый лучший подарок вы сделаете мне на день рождения? Вы сделаете, если вам не сложно, на своих социальных сетях посты моего канала. И напишите, что я классная девка, и, может быть, ваши подружки тоже будут меня смотреть. И если у меня добавится еще 50 человек, чтобы у меня на мое день рождения было 2500, я буду очень-очень рада. Вообще, это будет такой минимальный подарок, если вам, конечно, не сложно. Значит, как мы будем праздновать Новый год? Новый год мы праздновать, наверное, не будем. Ну, у нас это семейный праздник, то есть мы идем к Олегам-родителям. В моей семье никто ничего не празднует с покон веков, и у нас так как-то всю жизнь было. Поэтому праздники в мою жизнь пришли только тогда, когда я вышла замуж за Олега. И я очень рада, что у них есть какие-то традиции в семье, которые недодерживаются, и мы будем этому учить нашу златулю. Что я буду готовить на Новый год? Вот. Наверное, мы купим кусок красной рыбы, сами ее засолим, красная икра, какой-то салат и, наверное, спеку качку. Все. Я хочу отпраздновать свое дирождение. Мое дирождение 29 декабря. Это будет первое мое дирождение. Я надеюсь, если Господь даст мне силы, и нифига, никакой тайфун, цунами, и еще какой-то полнейшей жопа не случится, я отпраздную за три года хотя бы один раз свое дирождение так, как я хочу. Я уже купила себе юбку в перьях и ботфорды на шнуровке. Так что лук я уже себе приобрела. Почему не праздновала три года дирождение? Первый год я узнала, что я беременна. Второй год я была кормящая мама. Третий год я вчера сдавала на права. Ой, в прошлом году я сдавала на права, и у меня был экзамен умраю 30-го числа. То есть три года Юлечка дирождение свое не празднует. В этом году будут ведмедицы, агани и пьяные подружки. Да. Ну, а теперь погнали по вопросам. Юля Якимова написала мне вопрос. Была ли у тебя такая ситуация в жизни, о которой ты жалеешь? Если да, то какая? И как бы ты поступила в этих ситуациях? Юль, у всех в жизни есть то, за что надо стесняться. Но это умрет вместе с нами. Не всегда нужно в жизни своей рассказывать о каких-то своих боках. Мы все живем для того, чтобы чему-то учиться. И если даже вы когда-то на бокопорили, это как бы наше развитие. От этого никуда мы не сбежим, не убежим. Поэтому, конечно, ситуации были. Но с них нужно выносить какой-то позитив, какую-то умную мыслишку, чтобы в дальнейшем такого не было. Я очень хочу запустить такое у себя. Я когда-то вам рассказывала на канале. Мы начали сделать Юлькины истории. Но почему-то я никак не могу с этим собраться. Потому что, как оказалось, все мои бывшие подружки смотрят меня. И все очень, очень напиздят об этом. Если я сейчас начну рассказывать истории, то они в любом случае поймут о ком эти истории. То есть, я думаю, какую-то сделать, типа, сказка, чтобы никто не догадался, но чтобы из этого выносилась какая-то своя история. В общем, это я на будущее буду вам рассказывать о всех. Но потом, как они у меня, наверное, устроят все окна дома, повыбивают. А, суки, страшни. О, так. Ла Кло написала. О, наша соседка позитивная такая, молодец. Спасибо. Я вот, конечно, не могу понять, кто именно мой сосед и кто меня смотрит. Если мы с вами пересечемся в лифте или еще где-то, скажите, что вы меня смотрите, и мне будет очень и очень приятно. Привет, ты очень позитивная девушка. У меня следующий вопрос. Как ты относишься к мусульманству? Очень хорошо. Я вообще отношусь ко всему хорошо. И, если честно, мне намного больше нравится, что мусульмане с рождения своего, у них уже в крови есть какой-то свой менталитет, и они уже сразу знают, что, например, там, они должны молиться, у них есть какие-то правила, они этому следуют, поэтому их жизнь намного чище, чем, например, образно скажем, чья-то другая. Христианство, я не буду ничего говорить о вере, это очень как бы глупо, но у нас как-то оно не настолько распространено, и мы какие-то не такие патриоты, я бы так сказала, не такие патриоты своей веры, как-то так, наверное. Но в любом случае, любые ценности, именно духовные, нужно пребывать своим детям. Мне этого не делали, очень жалко. Ну как жалко, я уже в взрослом возрасте начинаю уже понимать, что нужно более духовно развиваться и действительно как-то жить правильней, да, и буду злату свою учить. Что не успела сама, буду выигрывать на злате. Так, дальше. Ждем еще видео. Что будешь дарить Олегу? Это спрашивает Ася. Обожаю имя Ася. Что будешь дарить Олегу? Что он дарит обычно тебе? Чем ты занимаешься, когда тебе грустно? Так, Олегу я ничего не буду дарить, потому что я в декрете. И вообще, считаю, как-то глупо просить у него деньги ему на подарок. И я делаю ему какие-то, допустим, подарки, если я там поднакопила какую-то там сумишку, я делаю ему подарки без праздника. Я думаю, что не надо ждать праздника, чтобы сделать человеку приятно. Нужно делать приятно человеку тогда, когда у тебя есть возможность. Это намного приятнее, чем ждать праздник. А что он мне будет дарить? Ну, я заказала себе золотое колечко. Сейчас он уехал как раз за границу, пообещал, что мне из Германии привезет красивое курицо. Приветик, Юля, ты такая классная. Это пишет Аленочка. Так, подождите, я читаю. Алена вопрос мне не задавала, она просто написала, что я хорошая девочка. Аленочка, большое спасибо. Правда, сейчас, правда, спасибо. Так. Юля, привет. Может быть, что-то это вопросит Тетяна. Савчук. Знаешь, что-то про наращивание волос. Есть два способа, да. И по поводу... Да, на жаль, ничего не знала. Спасибо. Ты прекрасна. Спасибо, Солнышко. Смотрите, наращивание волос. Я первый раз, я всегда цепляла трассы. Потом я пошла в парикмахерскую, мне заплели два колоска и пришили трассы к этим колоскам. С ними я проходила недели две. Первое. Очень плохо вымывается шампунь, очень чухается голова и очень постоянно неприятно выглядят вот эти накладные волосы. Потому что, если вы их как-то снимаете, там расчесываете, накручиваете, по-моему, чужком ровняете, они лучше выглядят. Если вы с ними спите, ходите, это просто мешок висит. Если у вас натуральные волосы, именно прицепные, то да, типа, это более-менее нормально. Но когда я распила эти колоски, было очень много забитой шампуньи, забитого бальзама, жира, волос вылезло немерено. Капсульное наращивание очень дорогое. И если вы будете капсульное наращивание делать, вы никогда не отрастите свои волосы. Поэтому самый оптимальный вариант, это трассы, обыкновенные трассы. Просто, единственное, за ними нужно правильно ухаживать. И я даже скажу, как я это делала. Вы одели трассы, походили с ними, вы их утюжком хорошо вытянули, расчесали и закрутили на дурку. Резинкой. Вот знаете, взяли кусок волос и вот так вот дулькой накрутили, или на берут, или на карандаш, на что вам угодно. И закрутили, положили его до следующего выхода. Утром встали, распустили, у вас такая красивая спираль, прицепили, распушили. Все. Это намного лучше будет выглядеть, чем постоянно оно будет у вас держаться на голове. И вам, во-первых, вы первую неделю вообще спать не сможете. Оно будет вам давить, чесаться. В общем, это не самый лучший вариант и не самый гигиенический, я бы это так сказала. Поэтому, лучше всего, конечно, подберите себе классные трассы и себе цепляйте. Вы потом научитесь и будете их цеплять за 5 минут. Это не будет вам доставлять никакого дискомфорта. Все. Про все эти вопросики я ответила. Кстати, сейчас прикол расскажу. Так вот, не работал лифт и прикиньте себе, у меня велосипедик, злата в этом зимнем костюме. С этих ступенек, короче, со златой, с этим велосипедом, злату за руку, велосипед в другой руке, два мусорных пакета. Как этот велосипед ебнется, как тот все это мусор расцепится. Это уже вторая ситуация в моей жизни, которая, ой, в моей жизни, в сегодняшнем дне, когда я уже поняла, что сегодня день не задался. А потом, я, то же приватбанк ебнулся, они же теперь денег не выдают. Я по всей озерке прошла, чтобы снять деньги с карточки. Вы понимаете, в банкоматах денег нет. Короче, короче, я не знаю, что с этой страной творится, я уже вообще потеряла. что хочет каждый человек стабильности, уверенности в следующем дне. Есть люди, которые живут сегодняшним днем, их это устраивает, им больше ничего не надо. Они себе проснулись с утреца, там, есть что покушать, не машу покушать, и все. Им нормально. А есть люди такие, как я, которые мнительные, которые вот это вот, я мечтаю, у меня вся жизнь одна мечта, и я вот всю жизнь хочу этой мечты добиться, вот это идем, 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 и постоянно эти камни, постоянно какая-то херня. Я не знаю, как дальше вот это должно все разруливаться, сколько уже они могут тех людей обтирать. Уже цены такие, что заходишь в магазин, ты за полторы тысячи только можешь купить, что-то вот покушать, забить в холодильник на четыре дня. Это полторы тысячи. Кто-то может сказать, можно ходить на базар и покупать дешевле. Да, а на базар эти торбы дотащить, типа, ну, там, хорошо, у нас машина есть, лазить по этому базару. Короче, я не знаю, я не знаю, куда это все вообще. У меня настроение, я два дня в таком депрессивнике, с меня Олега же прикалывается. Я говорю, такое впечатление, что приватбанк своим был. А я говорю, приватбанк не моим был, но у меня же были голдовские карточки. Я, между прочим, была там каким-то клиентом, как-никак, хоть каким-то. А сейчас что? А сейчас они будут звонить и спрашивать. Юля, а как вам выдали голдовскую карточку? Где вы гроши взяли? Ну, не суки, а? Вот сколько можно с нас издеваться, с того бедного народа? Короче, у меня там стоит бутылка вина. Сейчас, наверное, себе налью стаканчик вина. А! Стаканчик вина. Мне еще и суки в таврии вонючую печенку продали, понимаете? Я прихожу, смотрю, да что она так смердит? Взяла ребенка, она же видела, что я с ребенком. Взяла ребенку типа нормальную и одну гнилую туда кинула. Но не курва! Девочки, на этом буду заканчивать. Сегодня я хочу снять еще одно видео. Буду начинать его снимать с новогодними луками, покупками. У меня очень много всего интересного накопилось. Именно одежда, там трехи тенюшки, помадушки, в общем, все такое. Так что до завтра будет новое видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok